Что общего у Хабаровской Харбина или у Хабаровской Ниегаты, кроме красивого звания городов-побратимов? Один из возможных ответов на этот вопрос, скажем так, поспел как раз сегодня. А именно, по завершении 16-й экологической конференции в Краевом Центре представители трех стран подписали соглашение, над которым работали несколько дней. Самое главное продвижение в наших отношениях – это обмен самым ценным, то есть опытом, между нашими городами. В тех или иных вопросах. Неважно, что мы обсуждаем, это, конечно же, идет на пользу нашей работе. И, конечно, мы надеемся, что после этой конференции мы сможем встречаться не раз в год на конференции, но и в течение года. Речь идет об обмене информацией, которой договорились наладить экологические службы городов-побратимов. Пересылать друг другу будут не посты из Фейсбука, разумеется, а результаты разных экологических проектов и опытов. Например, в ходе этой конференции хабаровчане пригласили коллег из Китая и Японии в детский эколого-биологический центр. И те вдохновились. Я считаю, что очень важным является экологическое образование именно для детей. Мы вчера посетили ваш детский экологический центр и смогли присутствовать на занятиях. И я думаю, что вот такие центры, они нужны. И в будущем мы хотели бы создать такие же центры дополнительного образования в городе Ниегата. Такой вот обмен опытом уже дает хорошие результаты. Например, увидев, что коллеги-иностранцы размещают на своих сайтах информацию о состоянии атмосферного воздуха, это начали делать и у нас. Мы страницу своего управления, допустим, официальный сайт администрации города стали более насыщать. В частности, мы регулярно стали размещать, ну, ежемесячно, ту информацию, которую нам дает Центр охраны окружающей среды Росгидромета, поскольку они являются полномочным органом на исследование качества атмосферного воздуха, водных объектов. Эту информацию мы размещаем. Следующая, уже 17-я по счету экологическая конференция городов-побратимов пройдет в 2017-м в Ниегате. Ее наполнение официально утвердят в ближайшие несколько месяцев. В предыдущие годы темами трехсторонних встреч становилось глобальное потепление, сортировка мусора, очистка сточных вод и питьевой воды. Анна Харольская, Дмитрий Комков для программы «Настоящее время».